Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Oblivion 2013 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Грань будущего 2014 года. В недалёком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное. Он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает. Снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. После нашей эры 2013 года. События разворачиваются через тысячу лет после катастрофы, вынудившей человечество покинуть Землю. Новым домом становится планета под названием Nova Prime. Легендарный генерал Сайфер Рейдж возвращается с очередного боевого задания в семью, которое раньше обходилось без его родительского внимания, чтобы стать отцом своему 13-летнему сыну Китаю. Во время астероидной бури, летательный аппарат с папой и сыном на борту терпит крушение, падая на незнакомую и опасную Землю. И пока Рейдж-старший на последнем дыхании лежит среди обломков своего корабля, сын должен пересечь враждебный ландшафт, чтобы запустить их спасательный маячок. Ни о чем большем юноша в своей жизни не мечтал. Быть солдатом как отец – его заветное желание. Сегодня у него есть шанс проявить себя. Прометей 2012 года. В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги Вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества. Луна-2112, 2009 года. Контракт Сэма подходит к концу. Он провел три года на Луне, следя за автоматизированной станцией по добыче редкого газа. Три долгих года в полном одиночестве, если не считать горящего робота Герти, могут изменить любого. За две недели до возвращения на Землю Сэм встречает своего сменщика. Терминатор, да придет спаситель, 2009 года. 2018 год. В мире наступила война с машинами. Джон Коннор, человек, чья судьба возглавит сопротивление электронному мозгу Скайнет и армии терминаторов. Но в будущее, с верой в которую он возвращен, вклинивается таинственный Маркус Райт, незнакомец, чьи последние воспоминания рисует камеру смертников. Коннор должен понять, кто такой этот Маркус и с какой целью пожаловал к людям. И на фоне подготовки Скайнетом решающего удара, Коннор и Райт отправляются в путешествие, приводящее их в самую сердцвину взбунтовавшейся операционной системы, где открывается ужасная тайна, кроющаяся за потенциальным уничтожением человечества. Вали, 2008 года Робот Вали из года в год прилежно трудился на опустевшей земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную землю. Я. Легенда. 2007 года Адаптация одноименного романа Ричарда Мэттисона о неизвестном вирусе, унесшем в жизни половину населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного усилевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии. Остров. 2005 года Линкольн 6 Эхо – житель на вид утопического, но охраняемого поселения середины 21 века. Как и все обитатели этого тщательно контролируемого пространства, Линкольн надеется оказаться среди тех, кого отправят на остров, якобы последнее незагрязненное место на планете, но очень скоро Линкольн обнаруживает, что абсолютно все, что касается его существования – ложь. Особое мнение. 2002 года В 2054 год уже 6 лет существует особый предпреступный отдел. На основе психических технологий разработана экспериментальная программа, с помощью которой работники отдела могут узнать о еще несовершенном убийстве и арестовать подозреваемого еще до совершения преступления. Такая система осуждения преступников и предотвращения преступлений получает все большее распространение. Эта система работает идеально, но самое страшное начинается тогда, когда ты сам оказываешься обвиненным в еще несовершенном убийстве. Однажды руководитель предпреступного отдела Джон Андертон сам оказывается подозреваемым преступником. Он обвиняется в том, что совершит убийство человека, которого пока он даже не знает. Джон не верит в это, но теперь он выужден сам скрываться от своих коллег. Единственная для него возможность доказать свою невиновность – это показать, что новая программа допускает ошибки и отнюдь не так идеально, как этого хотелось бы многим. Матрица 1999 года Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части. Днем он самый обычный офисный работник, получающий нагоняя от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды все меняется. Герой сам того не желает. Узнает страшную правду. Все, что его окружает, не более чем иллюзия, матрица. А люди – всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом ставшем вдруг чужим и страшном мире. День независимости 1996 года На Земле принимается сигнал, посланный источником явно неземного происхождения. Источник этот приближается, и на уши поднимается вся планета. Никто, правда, не ожидал, что инопланетяне окажутся такими огромными и в таком количестве. 2001 год. Космическая Одиссея. 1968 года. Кто мы? Какое место мы занимаем во Вселенной? Эти вопросы стоят перед героем и фильма. Экипаж космического корабля Discovery, капитаны Дэйв Боумен, Фрэнк Пул и их портовой компьютер HELL-9000 должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей. На этом пути их ждет множество неожиданных открытий. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.